В связи с открытием нового института в Казанском федеральном университете прошел фестиваль пространственных искусств. Студенты Института дизайна посетили лекции отраслевых специалистов и подготовили тематические проекты. Подробнее о фестивале в сюжете нашего корреспондента Роберта Хасанова. Первый в истории учебный год в Институте дизайна и пространственных искусств начался максимально продуктивно и нескучно. По словам директора нового института, учебное заведение создавалось основываясь на идее научно-прикладных навыков. То есть упор в учебной программе будет делаться на практику, а не на теорию. Фестиваль пространственных искусств как раз является одной из подобных форм обучения нового института. Студенты с первых дней обучения погружаются в практику и выполняют тематические проекты. Первые задания учащиеся института получили прямо в день торжественного открытия. Студентам предстояло пройти квест знакомства. Каждый из студентов благодаря квесту найдет своего наставника. Таким образом, неформально, мы распределяем студентов в группы, а на самом деле они уже знакомятся с саблем архитектурным Казанского федерального университета. На одном квесте фестиваль пространственных искусств не закончился. Пока многие учащиеся Казанского федерального университета ютятся в аудиториях, студенты института дизайна и пространственных искусств проводят лекции на свежем воздухе под дождем. И нет, дело далеко не в достатке аудитории. В программу так называемого экскурсионного дня вошли 10 локаций. Экскурсия началась на улице Баумана, а финальной точкой стало художественное училище. Студенты таким образом осмотрели практически весь исторический центр города. В такой интерактивной манере преподаватели рассказали студентам о дизайне городской среды. Цель нашего фестиваля – познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, объектах культурного наследия и о элементах среды, которые расположены во всей Казани. Плюс это элемент знакомства. Мы знаем, что у нас очень много приезжих студентов, студентов-иностранцев, и мы хотим им показать наше Казань и рассказать о замечательных объектах, которые находятся в нашем городе. Студентам на примере городского благоустройства рассказали о ландшафтном дизайне, акустике, реставрации исторических зданий и архитектурном проектировании. В программе фестиваля пространственных искусств – это не единственная лекция на свежем воздухе. Другой день в рамках фестиваля прошел арт-кросс, направленный на изучение видов пространственных искусств. Мы решили, что студенты должны знать все его виды. Получается то, что они передвигаются по станциям, знакомятся с видом, то есть с объектом, узнают его историю и выполняют задания, определенно связанные с этим объектом, и фиксируют у себя это графически, различными инструментами. Помимо практических заданий, студенты на протяжении двух дней посещали лекции отраслевых специалистов и преподавателей института. В заключении фестиваля организаторы устроили масштабную вечеринку во дворе здания на улице Лево-Булачной. Во время двух недель студенты создавали тематические планшеты, состоящие из нескольких частей – исследования города, пространство мечты или моушн-дизайн и арт-кросс. На вечеринке старосты академической группы и преподаватели должны были оценить работы студентов и выявить лучшую. Возможность оценить дизайнерскую работу первокурсников дали и нашей съемочной группе. На закрытие фестиваля первокурсникам вручили студенческие билеты и сказали напутственные слова. Сейчас студенты начинают полноценно изучать учебную программу. А в здании на улице Лево-Булачной стартует масштабная реновация. Через пару-тройку лет это место примет в своих стенах молодых дизайнеров Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Булат Садыков, Фарид Захитаглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин